Пожар в Останкино Огонь сейчас локализован, но окончательно потушить его не удается. Его удастся лишь через несколько дней. И специалисты не исключают, что в будущем верхнюю часть башни придется демонтировать. А российские власти в экстренном порядке ищут возможность возобновления телевещания на Москву и область. Президент страны, давая оценку происшедшему, заявил, что ЧП «Востанкино» показывает, в каком состоянии находятся жизненно важные объекты и в каком состоянии находится вся страна. Итак, в эфире «Вести» в студии Ольга Кокорекина. И я приветствую всех, кто смотрит сейчас нашу программу. Вот уже сутки продолжается тушение пожара на Останкинской телебашне. И сегодня появилась информация, что в одном из лифтов обнаружены три человека. Об их состоянии пока ничего не сообщается. Возможно, речь идет о пропавших без вести заместителе начальника управления противопожарной службы по северо-восточному округу столицы Владимире Артюкове или втершей Светлане Лосевой. О третьем человеке пока ничего не известно. И самую последнюю информацию мы рассчитываем сейчас узнать от нашего корреспондента Алексея Самолетова, который находится на месте событий. Алексей, здравствуйте, и вам слово. Здравствуйте, Ольга. Вы знаете, мы до сих пор не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что на высоте 348 метров, там, где сейчас находится лифт, обнаружены тела, либо обнаружены люди. Эта информация постоянно меняется. И буквально 20 минут назад по агентствам было сообщено, что в лифте, который удалось открыть в одной из лифтовых шахт, не найден ни лифт, ни люди. Возможно, это та лифтовая шахта, в которой сама кабина лифта еще вчера упала на первый уровень Останкинской башни. Вместе с тем, как нам стало известно 10 минут назад, спасатели вместе с пожарными сейчас пытаются пробиться ко второму лифту и открыть вторую лифтовую шахту. Возможно, именно в этом лифте и находятся три человека, которых уже сутки считают пропавшими без вести. Вместе с тем, информация середины дня заключается в том, что три человека были эвакуированы с высоты примерно 300 метров, с отметки 300, и они сейчас находятся в реанимации. Как точно сейчас распределить эту информацию, не знают, пожалуй, ни один журналист, который работает возле Останкина. Милиция и пожарные категорически отказываются комментировать все, что сейчас происходит на фронте, скажем так, спасения людей. Алексей, я поняла вас, ну а как сейчас развиваются события в зоне тушения огня? Появилась информация, что пожарным удалось дойти до отметки 348 метров, вы только что сказали об этом. Это, как я понимаю, середина башни, многие конструкции там серьезно повреждены. Существует ли опасность их обрушения и вообще какую тактику при этом используют пожарные? Самая большая сложность заключается в том, что в Останкинской башне практически невозможно пользоваться водой на верхних уровнях. Слишком велик риск того, что после реконструкции башни будет включена электросеть и возникнут новые короткие замыкания. И вот мы буквально несколько минут назад были у подножия башни, работали рядом с этим местом и наблюдали, как пожарные, тем не менее, первые этажи проливают водой. Дело в том, что изоляция, которая растекалась и горела, горела она, ее искры, остатки пластика, который горел, падали именно на первые уровни. И сейчас первые уровни Останкинской башни пожарные все-таки решили пролить водой, чтобы исключить возможности загорания. Что же касается верхних этажей, то там по-прежнему применяется техника порошкового тушения огня. Дело в том, что порошковые огнетушители, которые выбрасывают из себя специальный углекисло содержащий порошок при соприкосновении воздуха с воздухом, он превращается в углекислый газ, который душит огонь. Это единственная тактика, которую сейчас принимают пожарные. Ко всему прочему, они стараются прорубить технологические ходы, чтобы исключить возможность продолжения, продвижения, простите, огня по кабельным шахтам. И туда тоже запускают порошковые огнетушители. Ну а каков... Алексей, простите, я перебиваю вас, но а каков прогноз, когда будет окончательно потушен пожар? Вы знаете, очевидно, это дело нескольких суток. И тем не менее пожарные рассчитывают на успех, потому что сейчас открытых очагов возгорания нет. Что же касается обрушения башни, то мы разговаривали с инженером, они не видят перспективы, такой печальной перспективы для Останкинской башни. Они говорят, что башня была спроектирована из очень прочных материалов, которые устояли в огне. Да, Алексей, да, я поняла вас. Благодарю за информацию, держите нас в курсе событий. Я напоминаю, что это был корреспондент Вестей, Алексей Самолетов, и он сообщил нам подробности о том, что сейчас происходит в районе Останкинской башни, где уже сутки идет борьба с сильнейшим пожаром. Сейчас в районе Останкина в радиусе полукилометра расставлено оцепление. Специалисты говорят, что конструкция башни надежная, она устоит. Однако пока пожар не потушен, нужно предусмотреть все варианты и необходимо быть на чеку. Подробности в материале Петра Равнова. Пожарные расчеты блокируют все пути распространения пламени в телебашне. Обрезаны кабели, все пустоты залиты углекислотой. По мнению специалистов, в результате предпринятых пенных атак, направленных от основания конструкции к кочегам возгорания, удалось локализовать пожар, и он приобрел вяло текущую форму. Вокруг башни постоянно кружит вертолет. Он координирует действия пожарных, информируя о распространении огня и степени причиненных им разрушений. Однако отсутствие сильного дыма, вырывающегося из башни, еще не означает, что огонь удается полностью контролировать. Пока никто не отменял присвоенный пожару пятый, высший номер сложности. Поступает противоречивая информация о заблокированных на высоте более 300 метров в лифте людях. Приблизиться к этой отметке из-за высокой температуры и сильного задымления спасатели пока не могут. В настоящий период времени в тушении задействовано 27 основных отделений. Участвуют непосредственно в тушении пожара, непосредственно в здании телебашни 32 человека. Основные работы ведутся на отметке 69 метров. В целом обстановка улучшается. Эти кадры Московской службы спасения были сделаны накануне. Вот что происходило в вестибюле башни в первые минуты пожара. Уйди отсюда! Приходите туда! Вас выходите, ребят! Спокойно, не смотри! Резь падает, да? Было страшно. Страшно было. Падали осколки облицовочного материала. Удар. Достаточно сильный удар был. И, в общем, как бы переживали за людей, которые могли бы быть там, в кабинах лифтов. Район Останкинской башни оцеплен. Изменены маршруты движения общественного транспорта. Власти опасаются частичного обрушения высотной конструкции. За отклонениями башни постоянно следят геодезисты. И пока они говорят лишь о незначительных колебаниях в пределах нормы – 7-9 метров. На главный вопрос, какова степень разрушений внутри конструкции, сейчас точно не может ответить никто. В штабе по тушению пожара полагают, что более половины стальных тросов телебашни, которые придают жесткость сооружению, повреждено. Однако, по мнению экспертов, это вовсе не означает, что катастрофа неизбежна. Даже полная потеря тросов не скажется на устойчивости железобетонной части. Если потеря устойчивости стальной части произойдет, в любой ситуации ее придется демонтировать с целью ремонта ниже расположенной части башни и замены самого стального ствола антенны. По мнению экспертов, прочность специального бетона, который использовался при строительстве башни, достаточно высока. В отличие от стальной конструкции антенной части, в которой, собственно, и началось возгорание, и которая могла деформироваться под воздействием высоких температур. Петр Равнов, Вести.